Ну а парламентская ассамблея НАТО, которая сейчас проходит в Мадриде, признала Россию государством террористом, а также призвала создать специальный международный трибунал для наказания российских преступников. Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев и подчеркнул, что все 30 стран Альянса поддержали предложение нашей делегации. Давайте послушаем. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство Российской Федерации. Резолюция будет направлена правительством и парламентом всех стран-членов НАТО. Она содержит ряд важных для Украины решений. Увеличение поставок Украине вооружения, разработка конкретных шагов поступления Украины в НАТО, создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине... Создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб. В резолюции также закреплен принцип о том, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Егор Чернев, глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО. Также президент Украины Владимир Зеленский призвал страны, участницы парламентской ассамблеи НАТО признать Россию государством, спонсором терроризма и подготовить новый санкционный пакет против нее. Россия сделала ставку на геноцидную политику и поэтому уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру. Убить электричество, вода и теплоснабжение зимой, а это цель России, это поставить жизнь миллионов людей под прямую угрозу. Это равнозначно применению оружия массового поражения, абсолютное преступление. Поэтому будет правильно, если вы в своих парламентах признаете Россию государством-спонсором терроризма, как это сделали парламенты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии. Будет правильным, если ваши страны будут постоянно усиливать санкции против России, которая стала полной противоположностью нашему с вами сообществу и самой антиевропейской силой в мире. Именно постоянное усиление санкций не позволит государству-террористу адаптироваться и находить новые пути обеспечения своего террора. Будет правильным, если мы исключим ключевой террористический замысел России и обеспечим Украине полную защиту неба. Когда российские ракеты, иранские дроны и любые другие орудия террора не смогут достигать предназначенных для них мишеней, России придется делать то, что нужно нам с вами, а именно следовать нашей формуле мира. Но для этого Украину нужно обеспечить достаточным количеством и качеством систем ПВО и ПРО, достаточным весом обороны и финансовой поддержки. Государство-террорист должно видеть, что у него нет шансов. Владимир Зеленский, президент Украины. Конец цитаты. Давайте сейчас послушаем. Если мы хотим завершения войны, которая будет приемлема для Украины, которая будет гарантировать победу Украины как суверенной, независимой демократической нации в Европе, лучший способ добиться этого – оказать Украине военную поддержку. Поэтому, если мы хотим приемлемого мирного политического решения, нам необходимо оказать Украине военную поддержку. При этом НАТО не будет вводить бесполетную зону над Украиной, чтобы не становиться стороной военного конфликта. Так, на пленарном заседании парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде заявил генеральный секретарь организации Йенс Толтенберг. И подчеркнул, что вместе с тем союзники готовы помогать Киеву защищать свое воздушное пространство, поставляя для этого системы противовоздушной обороны. Также Запад активно поддерживает вооруженные силы Украины, обучая украинских военных использовать системы ПВО. Лидирующую роль в этом играет Великобритания, добавил Генсек Альянса.